вот так вот выглядит они с грибами вот такая вот начинка надеюсь это будет с мясом ну вот с фаршем вот так вот выглядит с фаршем и еще я вам покажу как они выглядят сыром вернее ну вот так вот такие сегодня у вкусности мы с вами будем готовить я надеюсь вам понравится поехали привет с вами домашняя кулинария у нас на канале есть рецепт картофеля с начинкой так вот одна из подписчиц предложила приготовить то же самое с рисом приготовил получается очень вкусно и хочу предложить вам этот рецепт вот у меня сейчас отварной и здесь у меня 300 грамм отварного риса очень даже удобно если у вас рис остался со вчерашнего дня я сюда добавлю два яйца буквально вот так взобью и добавлю два яйца вот сюда как наш рис не имеет выраженного такого вкуса если у вас нету соли посолите а также сюда чуть-чуть перца я черного добавлю и очень люблю сухую зелень у меня тимьян его называют также чабрец вы можете добавить любую пряность любую траву которую предпочитают вашей семье получается очень тоже вкусно а теперь добавлю сюда муки в этом рецепте очень удобно работать руками ну вот такая смесь у нас должна получиться ну я буду работать руками вы можете работать перчатками ну вот такой вот лепешку формируем на руке помещаем сюда начинку я это также могу готовить фаршем конечно поэтому вот и его вот так вот начинаем склеивать я сейчас приготовлю еще приготовлю сухари и очень удобно будет их жарить тема наши рисовые котлетки вот так у меня здесь домашние сухари вот так вот я их сухарях и потом буду жарить обваляю так и потом буду жарить а также я хочу показать что точно такой же такую же котлету или мы можем их назвать разными можно готовить вот так я чуть-чуть смазала растительным маслом мою доску чуть-чуть это сначала кажется что они не прилипают так а потом они очень даже хорошо и начинаем края вот так вот соединять это не сложно это очень быстро вот так и все соединили придали красивую форму ну вот с обоих сторон получается очень красиво и снова сухари одну ложку риса придаем круглую форму вот так вот по вкусу сыр они потом когда мы будем жарить они становятся еще плотнее очень такие вот не рассыпаются они становятся еще плотнее вот так вот собираем по краям все придаем форму круглой котлетки или вот сырники мы тоже там который и вот так вот обваляем сухарях и еще вот здесь у меня есть грибы я сейчас быстро пожарю грибы с луком и с укропом и покажу как я готовлю эти же рисовые котлеты или их можно назвать так же с разами как я готовлю их с грибами вот так вот мелко я продолжаю нарезать грибы и быстро их пожарю и посмотрим какие с разы с грибами или рисовые котлеты с грибами у нас получаются я продолжаю готовить здесь вот у меня обжаренные грибы в этой посуде у меня фарш просто фарш с луком с пряностями здесь грибы с укропом и с луком вы можете добавлять свои пряности и я продолжу показывать как я это делаю вот сыром у меня здесь наверное видно я уже сделала сейчас покажу пять таких они по очень хорошо получается они прям склеиваются бывают очень удачно ставим по вкусу начинку и начинаем вот так с краем его соединять он склеивается буквально так особых и потом это когда налопчишься уже вот так вот вот так придаем форму сейчас если я еще сухарях то же самое я буду делать фарш если вам удобно делать вот на ладошке можно делать на ладошке с мясом тоже очень вкусно и вообще сочетание риса с грибами риса с сыром с мясом очень вкусно вот смотрите вот так вот даем форму такой бочонки и сюда и вот так вот я делать буду все остальное уже последнюю хочу показать чуть чуть побольше получится вот так вот я делаю посередине фарш каждый начинке имею под рукой стоит 150 грамм начинки можно приготовить полноценный обед и дружим вот так вот буквально собираем надеюсь видно вот так вот собираем придавая в такую форму бочонки или шайбы все такая вещь очень вкусная вещь у нас получится я сейчас тут последние уже обваляю в сухарях и начну жарить теперь мы начнем их жарить у меня в сковородке 2-3 столовые рожки растительного масла и вот так вот мы будем их жарить сначала я пожарю сыром сыром у меня получилось из 300 граммов риса и по 150 грамм начинки там сто сто пятьдесят получил 12 вот таких немаленьких а вот с мясом у меня вообще вот такой вот большой получается до 12 вот таких вот котлет это полноценный ужин или обед ну вот теперь будем пожарим мы сейчас их пожарим я покажу что у нас получается вот первую пятерку я уже пожарила опускают на салфетку а теперь продолжаю жарить с грибами и с фаршем а потом в конце я вам покажу что у меня получилось ну вот я закончила жарить я надеюсь вам понравится наше сегодняшнее блюдо готовьте вместе с нами это очень вкусно обязательно покажу как выглядит на срезе подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии всегда ваши всегда с вами домашние кулинарии пока